Правительство области определило территориальную схему утилизации ТКО. Регион разделили на несколько зон, с каждой из которых будет работать свой оператор. Наш город попал в кластер вместе с Арзамасом, Первомайском, Дивеевым, Лукаяновым и другими районами. Отходы оттуда будут отправлять на полигон в Балахну. Региональный оператор должен обеспечить весь цикл по вывозу отходов, включая его сбор, транспортирование, утилизацию до мест их накопления и в последующем переработке либо утилизации. Новый региональный оператор будет работать только с категорией «твердые коммунальные отходы». Их утилизация актуальна для многоквартирных и частных домов, социальных учреждений и других предприятий. До 1 января будущего года региональный оператор обязан заключить договоры с юридическими лицами на всей территории города. Несмотря на то, что очень много полномочий по организации вывоза ТКО в нашем федеральном законодательстве отдано на полномочия субъектов Российской Федерации, организация санитарной очистки территорий муниципальных образований остается в рамках полномочий органов местного самоуправления. Мусоры, вывозящая компания, как и региональный оператор, были определены по конкурсу. Возить отходы из Сарова до Балахны будут до тех пор, пока дорожное эксплуатационное предприятие, на балансе которого находится Саровский полигон, не получит соответствующую лицензию. Мы не хотим уходить от этого вида деятельности, потому что если ДЭП получит лицензию, он может стать оператором по приему и утилизации ТКО. И, соответственно, региональный оператор уже в соответствии с требованиями закона может заключить с ним договор. Но нам еще предстоит совершить еще такое серьезное действие, чтобы наш полигон включили в территориальную схему обращения с отходами. Увеличение транспортных расходов на вывоз ТКО скажется на коммунальных тарифах. С нового года в квитанциях собственников жилья появится новая строка расчеты, по которой будет проводить региональная служба по тарифам. Тариф будет выше, потому что деятельность уже, видите, обросла сколько структурами. А почему обросла структурами? Потому что государство берет на себя полный контроль за сбором и конечной утилизацией твердых коммунальных отходов на территории всех муниципальных образований Российской Федерации. Более подробную информацию по вопросам новой схемы утилизации ТКО можно получить по телефону 977-87-990-49 и по телефону регионального оператора 831-265-3122. Открытие филиала компании в нашем городе должно произойти до конца текущего года. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.